Девушки отдыхают 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Доброп音 ДimaTorzok Д signal ДimaTorzok 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 Дмитрий Добро пacas Дмитрий Дмитрий Продолжение следует... 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 Ну, самое главное, чтобы не было сегодня травмы, конечно. Ну, конечно, хотелось бы всех так же поздравить с наступающим Новым годом. Счастья всем, здоровья, чтобы всем все сопутствовало удачу. Спасибо. Счастья всем, здоровья. Сегодня и завтра проходит серия турниров по олимпийскому тэквондо под общим названием Тайка Фест. Сегодня у нас на наших Дэянгах проходят турниры, всеукраинский турнир «Дети Украины», который уже за долгие годы, за свои 18 лет, стал настоящей визитной карточкой Федерации Тэквондо Украины. На этом турнире воспитаны практически все наши звезды, звезды украинского тэквондо, мирового тэквондо. И здесь мы также можем наблюдать сегодня поединки юных спортсменов. Пять категорий возрастных – это дети, кадеты, юноши, юниоры, будущее нашего вида спорта. Также параллельно проходят Кубок Украины по Пумсе и «Дети Украины» в разделе Пумсе. Сегодняшний турнир обслуживают много судей, судей международного уровня. И очень приятно, что к нам на турнир сегодня приехали спортсмены из Молдовы. То есть у нас турнир, можно сказать, международный. Наши гости из Молдовы тоже борются за медали. И составят конкуренцию нашим спортсменам. Что можно сказать еще о турнире «Дети Украины»? Он всегда проходит в преддверии новогодних праздников и является завершающим турниром в календаре украинского тэквондо. В этом году довольно успешно выступали наши спортсмены на не только всеукраинских соревнованиях, на международных, на чемпионатах Европы, мира. Не так, буквально несколько дней назад сборная национальная вернулась из Болгарии, где проходил чемпионат Европы в олимпийских весовых категориях, привезя оттуда две бронзовые медали. Ирина Ромалданова, наша из Киева, завоевала бронзу в женской весовой категории до 49 килограмм. Буквально немного не хватило ей до выхода в финал. В поединке с россиянкой она уступила по золотому балу и стала бронзовой призеркой. Также порадовал медалью Михаил Шелест из Донецкой области. Это медаль на чемпионатах Европы долгожданная для украинского тэквондо, так как практически 10 лет мужская сборная не завоевывала медали на чемпионатах Европы, мира. Кроме того, у нас сегодня проходит кубок по пумсе. Пумсе это формальное упражнение, которое является базовой техникой тэквондо. И на сегодняшний день эта разновидность, эта дисциплина тэквондо, хотя она и не является олимпийской, но начинает все большее свое развитие. И наши спортсмены также радуют медалями на крупных стартах. Над прошлой неделей прошел чемпионат мира на кубок послов Кореи, где наша спортсменка завоевала серебряную медаль. Пумсе очень интересный вид. Здесь есть командные комбинации, есть фристайл, где под музыку спортсмены показывают ряд упражнений. И очень зрелищный получается. Ну а основной раздел тэквондо, который является олимпийским видом, это кирурги. То есть поединки. И сегодня за медали в этом направлении тэквондо борются все лучшие спортсмены, начиная от детей до юниорского возраста, со всех областей Украины. И еще раз напомню, что к нам, власти, приехали спортсмены из Молдовы. Сегодняшний турнир, он подытожит итоги 2017 года, даст массу размышлений тренерам на будущий год, даст почву, над чем работать, посмотреть свои ошибки, чтобы уже в новом году стартовать с большей уверенностью завоевывать новые медали, побеждать. Одним из первых соревнований 2018 года, это будет клубный чемпионат Европы и турки Шопен, которые по традиции в феврале состоятся в Турции. Отправятся наши спортсмены. Ну а сборная уже даже с января месяца, можно сказать, даже будет встречать Новый год на сборах. Наша национальная команда, с 25 декабря отправятся в Карпаты, где будет проходить сбор и Новый год. Наши тэквондисты встретят действительно по-спортивному. Очень радует, что с каждым годом появляется совсем очень много юных звездочек. В этом турнире как раз он и предназначен для того, чтобы юное поколение смогло развивать себя, смогли побороться за медали. И очень приятно, что он проходит именно в Харькове, потому что одна из ведущих областей в тэквондо, лидеры. Сегодня посоревноваться по мастерству с харьковскими тэквондистами, на равной практически могут, это несколько областей, Днепропетровская область, они всегда, у них сильные спортсмены, город Киев, хорошие спортсмены в Хмельницкой области, спортсмены из Одессы, показывают хорошие результаты. Сейчас мы можем наблюдать спортсмены, показывают пенси. В отличие от Кируги, где, сейчас напомню, система полностью электронная, судьи фактически, не зависит результат от судьи, а все выбивается электронной системой, то пумсе это пока что субъективный вид, и оценки выставляют именно судьи. Оценивая мастерство, оценивая композицию, оценивая синхронность движений, вот мы смотрим командное пумсе. Отмечу, что Кубок Украины по пумсе будет проходить два дня, сегодня и завтра. Сам же турнир «Дети Украины» он будет проходить только сегодня, а завтра эстафету примет еще один всеукраинский турнир, финал Гран-при Атака. Это серия турниров, которые проходили в течение года, у нас в Харькове. И завтра мы узнаем окончательно, кто же стал лучшим на этом турнире по итогам всех четырех этапов. Еще раз возвращаясь к хирургии, отмечу и к правилам, то здесь спортсмены выступают в электронной системе, электронные жилеты, электронные шлема, попадание в которых дает спортсменам баллы, попадание в голову расценивается как в три балла, в корпус два. Буквально благодаря своей системе тэквондо, олимпийское тэквондо ВТФ является, или как сейчас она, точнее называется, мировое тэквондо, World Тэквондо. Сегодня тэквондо – одно из самых прогрессивных видов единоборства. И единственное, из восточных, пока, считая 2020 года, когда еще будет выступать, помимо дзюдо и карате, будет тэквондо – постоянный член олимпийской семьи. Постоянно техника усовершенствуется, усовершенствуются жилеты, усовершенствуются правила, чтобы этот вид спорта был динамичным, был ярким, красивым, чтобы зрители, которые смотрят, находились в восхищении от этого вида спорта. Отмечу, что многие из спортсменов, которые росли на этом турнире, сегодня уже являются с тренерами, не выводят, сами уже выводят своих спортсменов. И многие являются уже судьями, судьями международного уровня. Наши судьи ослуживают турниры в других странах мира. Еще очень динамичные отмечу поединки это у самых юных спортсменов. Они может пока еще не обладают тем мастерством, техникой, которые но они очень напористые, очень желают победить и это делает их бои просто очень яркими и они идут в размен ударов, не боятся, что могут пропустить и в отличие если посмотреть поединки взрослых спортсменов, это более сдержанные, более как можно сказать, как шахматная партия, когда спортсмен продумает наперед свои дальнейшие действия и иногда не так много наносят ударов, чтобы нанести точно, то у детей это серия, большая серия много ударов и зачастую бывают и слезы конечно у них, но тем не менее они продолжают свои тренировки, продолжают радовать и родителей и тренировок своими выступлениями, своими поединками, сегодня у нас тэквондо в Украине один из ведущих видов спорта и что доказывают те медали, которые ребята привозят с чемпионатов мира, чемпионатов Европы, очень приятно, что в этой сборной много харьковчан и наши харьковчане завоевывают медали, у нас много чемпионов Европы, чемпионов мира, к сожалению, пока не пока что не удается получить медаль на Олимпийских играх, но к этому мы стремимся, к этому мы идем и пока что три наших выступления на Олимпийских играх завершились без медали, но будем надеяться, что они будут еще впереди и Олимпиада в Токио будет очень удачной. сейчас попробуем остановиться на одном из поединков и вот сейчас у нас на Даянге встречаются спортсмены из Одессы и из Харькова синий жилет это спортсмены из Харькова представляют насколько я понимаю это Дюс США номер 6 и спортсмены из Одессы в красном жилете в счет уже 5-0 то есть как минимум два точных удара он нанес своему сопернику сейчас по новым правилам Тэквондо каждая поднятая нога спортсмена должна обязательно заканчиваться ударом то есть если спортсмен поднял ногу и при этом не нанес удар хотя бы даже не в спортсмена воздух ему ставится штрафной бал Кинго то есть соперник получает на свой счет бал также бал штрафные бал даются за падение за запрещенные удары спортсмены выходят на второй раунд каждый поединок состоит из трех раундов и пока не удается спортсмену с синим жилет из Харькова нанести вот его соперник постоянно пытается вытолкнуть синим если выйдет за пределы до янга так называется ковер в нашем виде спорта то тоже получит штрафной бал немножко динамичный был первый раунд во втором пока что мы не видим точных ударов спортсмены ходят на перерыв перед решающим третьим раундом мера указывает именно ошибки где что можно сделать чтобы вырвать победу вот еще один удар в корпус прошел красный красный спортсмен нанес спортсмен в красном жилете нанес удар в корпус ноги видимо что-то какая-то спорная ситуация где приходится вмешаться судьям не обсуждают это из моментов возможно где-то не не сработал бывают такие технические вопросы когда не срабатывает жилет или для этого есть судьи секунданты могут обратиться к ним вот мы видим что три балла дали спортсмену с красного угла потому что удар был все-таки с разворота за что идет считается сложной техникой дается дополнительный балл поединки также могут закончиться досрочно если это нокаут хотя очень редко бывают нокауты в нашем виде спорта так как спортсмены защитных жилетов защитных ну что ж здесь поединок закончился со счетом 8-0 победу одержал представитель Одесской области и проходит далее по сетке каждый спортсмен оперован специальными носками которые находятся датчики также датчики находятся на перчатках датчики находятся в жилете в шлеме и если он выбивает удар определенной силы который заведен программу по его весовой категории по силе и его тогда выбивается бал и на табло мы видим этот результат очень славы нет последний ночью основной приедет сейчас все Какой надо поединок? Я понял Уважаемые люди, еще раз напоминаете три ключи, связь с вами Ищите мишку, ключи в квартире веники лежат, находятся в меня Ищите мишки Ищите мишки Ищите мишки Я знаю только, как футболер работает, но я ручился. Уже мы зрители, сейчас как бы идет интересный поединок на корте номер 7. И как бы между соперниками с Харькова. Очень такой интересный сейчас идет поединок. Как бы один из спортсменов фаворит, он в синем жилете. Как бы, да, вот он сейчас победил. Как бы 15-0. Это довольно неплохой счет. Как бы, да, это недосрочно. В ВТФ после нововведений в правил у нас введен разрыв в 20 баллов. Вне зависимости от раунда. И самого поединка четвертьфинал, финал. Как бы, ну, 15-0 это довольно достойный результат. Как бы. Хотя, как бы, соперник в красном жилете довольно неплохо сопротивлялся. Но, видно, все-таки ему чуть-чуть как-то не хватало точности и уверенности. И сейчас вот на седьмем же корте будет тоже интересный поединок данного турнира. Это спортсмены с Запорожья и со Львова, как бы. Турнир у нас такой, в этом плане, очень серьезный в этом году. Даже это не турнир, это серия ТАЭКО ФЭС. Как бы, который включает в себя три турнира в одном. Где спортсмены могут состязаться не только в Кируге, но и в ПУМСЕ. ПУМСЕ – это базовый раздел. Наш, как бы, основная техника. Также у нас еще будет финал всеукраинского гран-3 «АТАКО». Вот, у нас 50 команд на данном турнире с многих регионов. И, начиная с Запорожья, Днепропетровск, Киев, Киевская область, Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Полтава, Одесса. Как бы, ну и, конечно же, команда с Молдавией, как бы, что в итоге наших таких сложных событий, которые происходят у нас на Востоке. Ну, мне почему-то верится, что это идет возвращение того доброго турнира «Дети Украины», который собирал больше тысячи человек участников и больше 15 стран. Вот. Спортсмены готовятся на седьмом порте. Тренера дают какие-то свои последние вказивки, так говорится, в данном турнире. На самом деле, Тэквондо ВТФ – это очень динамический и очень красивый вид спорта. Не зря, что по последней статистике, например, в Харьковской области количество занимающихся Тэквондо ВТФ уже сравнивается с игрой миллионов футбола. Вот. Ретиво начали, как бы, спортсмены, закусываясь, они пытаются обменяться ударами. Как говорил мой предыдущий коллега, Борис, все очень много, как бы, зависит от количества баллов, от выбитых поинтов. В каждой весовой, в каждой возрастной категории эти поинты есть автоматически установлены в системе TrueScore, которые утверждены Мировой Федерацией Тэквондо. Которые применяются на чемпионатах мира, чемпионатах Европы всех возрастов. Падение у синего спортсмена подается Камжон, наказание. Рефери дал минуту, возможно, какая-то минимальная, какое-то минимальное повреждение у синего спортсмена при падении. Ну, спорт без травм – это не спорт. Сейчас доктор оказывает ему первую помощь. Если в течение минуты спортсмен не может продолжить, либо доктор его снимает, победа в этом случае отдалась бы синему спортсмену. Как мы видим, у спортсмена в синем жилете он более активен на так званое фехтование передней ногой, на удержание на дистанции. На соседнем восьмом корте сейчас идет разминка спортсменов, которые представляют еще очередную версию нашего вида спорта «Пумсе». Сегодня у них проходит Кубок Украины «Пумсе» в разделе «Пумсе», а также в рамках турнира «Дети Украины» у них проходит показательное выступление. Как бы более атакующая манера ведения поединка у красного спортсмена. Он пытает отыграть проигранный гендикап, но спортсмен в синем жилете он более расчетливо работает. Да, вот сейчас он пропустил удар в голову, что сейчас даст рефери, остановку дал боя, а добавил балл за круговое движение. Это как бы балл за технику, сложный элемент. Опять и было попадание в шлем. Вот, уже красный спортсмен выигрывает. Ну, спортсмен в синем жилете пытается как бы тоже навязать ему свою технику. Так, сейчас перерыв. На втором курсе выступают самые юные участники данного турнира. Это категория «Дети». Возраст 2010-2011 год. Вот, ну, они дерутся как самые такие заядлые спортсмены. Если посмотреть внимательно, то не скажешь, что это новички так званые, которые только входят в профессиональный спорт. Вот, и рефери работают с ними как с настоящими взрослыми спортсменами. В синем жилете рефери дал замечание за прихват. Как бы, последним нововведением главу свидетельской коллегии ВТ было принято, что толчки разрешены для атаки, но запрещены прихваты. Они как бы и были запрещены, но сейчас более жестко взялись за прихваты. Любое заведение рук за проекцию жилета – это сразу идет наказание Кэнджон. Ну, а на седьмом корте все идет очень-таки интересно, как бы. Постоянно отыгрующийся красный спортсмен, но уже на два балла впереди. Так, рефери дал поправить возможность Амунису. Пояс – это показывает дух, характер и подготовку тэквониста. У спортсмена красный – черный пояс. Это означает, что он владелец черного пояса, но так как он еще несовершеннолетний, он владелец первого пума. По достижению совершеннолетия он получает официально первый дан. Но все-таки победил красный спортсмен, который поначалу проигрывал довольно прилично. Показать что-то. Показать что-то. Вот это все, что я не смогу. Я не смогу. Я не смогу. Показать что-то. Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Делятся бои на раунды с перерывами, электронные жилеты, шлема и футы на ноги. На сегодняшний день объективность в нашем виде спорта, что касается судейства, достаточно высокая. Человеческий фактор практически исключен, потому что все зачетные баллы во время боя считает электронная система компьютер. Идет, если точный, достаточно сильный удар, система замыкается и высвечивается балл. Расскажите, будь ласка, кто судей и какая их килькисть сегодня задеяна? Судей сегодня примерно 50 человек, разной квалификации, международные, национальные судьи. Также были приглашены на этот фестиваль несколько начинающих судей, так как опыты набираться надо у кого-то и где как не на турнирах. За первыми результатами, что можете сказать про уровень подготовки участников сегодняшних соревнований? Дело в том, что уровень подготовки растет от турнира к турниру. На сегодняшний день, если раньше, допустим, бои малышей было смотреть не столько интересно по зрелищности, сколько радовалась душа, что детвора дерется, то на сегодняшний день уже очень много маленьких ребят имеют достаточно поставленную технику ударов. Они уже понимают, что они делают, тактика выработана определенная, поэтому на сегодняшний день уровень все лучше и лучше, что не может не радовать. А с какого века нужно отдавать свою дитину на хэп-ландом? Дело в том, что чем раньше, тем лучше ребенку заниматься спортом. И достаточное количество тренеров практикуют с младшим возрастом заниматься физическими нагрузками определенного характера, то есть акробатика, растяжка, не обучают сразу какой-то специальной техники. Ребенка надо подготовить. И когда ребенок уже готов физически, тогда уже приступают к отработке определенных ударов, блоков. То есть в 4-5 лет уже можно. А что бы хотели побажать учасникам сегодняшних змагань, завтрашних? Участникам всегда хотел пожелать только побед. Судиям всегда желают все непредвзятого судейства, потому что от правильного, честного судейства тоже зависит, чтобы выигрывали, скажем так, сильнейшие. И удачи всем нам. Онлайн-трансляцию заходу стиснюю информационное агентство «Информбюро». Слідкуйте за перебігом змаганья. Студия. Слідкуйте за перебігом. 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 Слідкуйте. Слідкуйте за перебігом. 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 Одеса. Слідкуйте за перебігом. 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 Второй раунд закончился. Спортсмены йдут на віддіх. Спортсмену в красному жилеті з Харкова не хватає трьох балів. Для захочній побіду. Начинається третій раунд. Послідний. Спортсмен в красному жилеті зробити зберігом. Спортсмен зберігом зберігом. Прямым даун. Спортсмен в синем жилете получает замечания за прихват ноги. Бой заканчивается. Спортсмен в красном жилете. Скарька получает победу с счетом 22-8. Сейчас будем наблюдать поединок на первом корте. В синем жилете спортсменка из Киева. В красном жилете спортсменка из Харькова. Начинается второй раунд. Счет 4-0. В пользу красной спортсменки из Харькова. Видим, что спортсменка в синем жилете зарабатывает. Счет 3 балла. Спортсменка в красном очень хорошо двигается. Хорошо наносит удары. Спортсменка в синем жилете работает вторым номером, то есть на который атаку. Видим, что второй раунд заканчивается и спортсменки уходят на перерыв. На первом корте начинается третий раунд. Повторяю, что спортсменка в синем жилете с Киева. Спортсменка в красном жилете с Харькова. Спортсменка обменивается ударом. Спортсменка в синем жилете зарабатывает точным ударом головы. И спортсменка в красном жилете получает замечание за прихват. Спортсменка в синем жилете попадает в голову. Еще раз попадает в голову. И счет на данный момент составляет 13-14 в пользу спортсменке из Киева, которая в синем жилете. Спортсменка в красном жилете получает замечание за удары ниже прояса. Бой заканчивается. Спортсменка в синем жилете побеждает спортсменка из Харькова 16-4. На данное соревнование соревнуются очень много возрастов. Это как дети, младшие юноши, юноши, кадеты и юнеры. Дорогие друзья, на третьем корте можем наблюдать поединок между спортсменами из Харькова. В синем жилете и в красном. После окончания первого раунда счет составляет 0-0. И спортсмены отдыхают, ждут второго раунда. Видим, что начинается второй раунд и спортсмены с ними наносят атаку. Идет размен. Спортсмены пристреливаются, где лучше пробить. Как лучше атаковать и растянуть. Хочу напомнить, что когда проходит три раунда и счет равный, то происходит добавочный раунд. Золотой балл. Это раунд одна минута, когда до первого попадания. Видим, что спортсмен с ними уже не попадает в голову. Второй раунд заканчивается и спортсмены идут на отдых. Субтитры создавал DimaTorzok На третьем корте начинается третий раунд между спортсменами из Харькова. Спортсмен синим идет в три очка. Видим, что идет размен ударов. Красный пытается догнать по счету спортсмена в синем жилете. До конца голая остается меньше 20 секунд. Спортсмен синим получает замечание за удар ниже пояса. Спортсмен в синем жилете получает замечание за удар ниже пояса. Бой заканчивается и спортсмен в синем жилете получает победу. С счетом 4-1. Сейчас можно наблюдать на седьмом корте бой между представителями из Киева. Синий жилет. И справедливость в Донецкой области. Красный жилет. Сейчас выставляет 22-14 в пользу синего. Красный уносит хорошую атаку. Время заканчивается. И представитель Киева в синем жилете получает победу. С счетом 22-18. На втором корте можно наблюдать поединок между соперником из Винницы в синем жилете и соперником в красном из Киевской области. Видим, что соперник в синем жилете выиграл так званый золотой балл. Точно попаданием в голову. Дорогие друзья, мы можем наблюдать поединок на первом корте. Сейчас мы ожидаем спортсменов. Соперник в синем жилете должен сейчас подойти. В синем жилете представитель из Дружковки. Дорогие друзья, мы можем наблюдать. Раз там уже представители из Полтавы. Сейчас спортсмен в синем найдет экипировку И мы будем смотреть бой между этим два спортсмена Напомню, что спортсмен в синем представитель Дружковки А спортсмен в красном представитель Полтавы Рефери вызывает спортсмену на корт Проводится тест, проверка системы Напомню, что тэквондо самый эмоционный вид спорта Так как в нем используется электронная система Которая засчитывает баллы Это электронный жилет и электронный шлем При каком рефери и судьи Никак не мог отправлять на ход поединка Система засчитывает баллы сама Видим, что спортсмен в красном Хорошо начинает поединок Зарабатывает 4 очка Спортсмен в красном падает За это получается замечание Счет становится 6-1 В пользу спортсмена из Полтавы В красном жилете Спортсмен в красном наносит удар в голову Счет становится 9-1 Спортсмен с дружковки травмировался Рефризовает доктора Напомню, что на первом порте Ведется поединок между представителем Дружковки, который в синем жилете И представителем из Полтавы Который одет в красный жилет Рефери дает одну минуту Чтобы спортсмен Так сказать Подлатался И был готов к бою Поведение продолжается Видим, что спортсмен в красном Очень хорошо атакует Спортсмен в красном из Полтавы Попадает в голову Выходит за линию Тем самым Счет становится 14-2 В пользу спортсмена из Полтавы Второй раунд Первый раунд заканчивается И спортсмен будет на отдых На первом порте Начинается второй раунд Перед спортсменом из Дружковки И спортсменом из Полтавы Спортсмен из Дружковки Находит Одет в синий жилет Спортсмен из Полтавы В красный Напомню, что досрочная победа В Тэквондо Это разрыв 20 баллов Но От организаторов соревнований Зависит Будет ли это правило введено В полуфиналах и в финалах Видим, что спортсмен в красном Работает первым номером Спортсмен в синим получает замечание За прихват Спортсмен в синим получает замечание За уход от боя На данный момент 16-2 В пользу спортсмена из Полтавы В красном жилете Спортсмен из Дружковки Получает замечание И счет становится 17-2 Второй раунд заканчивается И счет 17-2 В пользу спортсменов в красном Напомню, что отдых спортсменов Между раундом Берет полминуты 30 секунд Рефери вызывает спортсменов На бой Начинается третий раунд Спортсмен в красном Попадает в голову Счет становится 22-2 Спортсмен в красном Попадает в голову Счет становится 23-3 И спортсмен в красном Жеке выигрывает досрочно Получает досрочную победу Добро педагога Он внушается в трое промышленное возле скалерия полутора по повозке оштабления правоприорка зафиксируется до 1-й стол, кто-нибудь зависит от тех, кто-нибудь по рекламу. Эфидиевский фигуториказм. Давайте на первую. Я как раз. Я, блин, там, кто-то знаю, спортсмен. Пусть кто это выпал? Деревочный? Деревочный. 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 На первый корт выходит весовая 48 кг юниоры. Деревочный. Спортсмен из синем жилете из Харькова. Одесской юношеской спортивной школы номер 2. Веркач Владислав. В красном жилете спортсмен из Дружковки. Окоится. Посмотрите на жилет. И начнется поединок по номерам 52. Аплодисменты рублей. Жилеталась без peripherи, обер Kommomty. Продолжение следует... 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 с харькова даркача владислав со счетом 19-3 нас лет давайте оставлять 6 стойка были на там час нормально еще громче блин а тут я никого не знаю переносимся на шестой корт сейчас будет бой между одесским спортсменом и представителя из харькова в сша 8 весовая до 33 килограмм кадеты обратите внимание на сколько это минимальная весовая в этой возрастной группе и тут в этой весовой могут быть представлены даже спортсмены которые меньше весят до 33 килограмм это может быть спортсмены и 30 килограмм и даже меньше 30 килограмм вот сейчас яркий пример синим жалеет у спортсмен из харькова непосредственно раньше даже 30 килограмм не весит думаю ему будет очень сейчас тяжело с тем что спортсмен из одессы более массивный не знаю не всегда масло побеждает скорость сейчас мы это можно посмотреть начало поединка сейчас еще какие-то неисправности часу ладят все его поединок будет продолжен какие-то неисправности жалей для синего спортсмена я разбираюсь в чем там дело перезагружает датчик я думаю что сейчас все заработает так и а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Гораздо младше своего оппонента Но достойно смотрится Интересно, кто возьмет этот золотой балл Первая фиксация у Маматова Левого красного жилета Для тех, кто не знает Если никто не сможет заработать балл Взял балл, ставят судьи За удар рукой в жилет Котиш Василий Победу держит Котиш Василий Но не скажу, что это был простой бой для него На шестом корте у нас еще продолжается эта пауза Но пока мы отвлеклись на первый корт На шестом корте уже начинался бой За 20 секунд поединка Спортсмен из Харькова уже нанес удар в голову И выигрывается счетом 3-0 Но опять какая-то заминка с жилетами Ждем, ждем, ждем Сейчас бой продолжится Они спешат Обновлять спарринг на шестом корте Давайте перенесемся пока что на первый корт Сейчас там состоится тоже полуфинальный поединок В весовой категории до 51 кг среди юниоров В котором встретится представитель из Харькова Жупиев Никита Секундирует его родной брак Жупиев Василий Оппонентом у него будет красным жилетом Представитель города Киева Портина клуба школы спорта Плачинто Начинается поединок Возвращаемся на шестой корт Возвонился поединок И уже счет становится 5-2 В пользу спортсмена в синем жилете Насколько массивнее спортсмен в красном жилете По всей видимости по скорости переигрывает Спортсмен в синем жилете Уходят на перерыв Перевес Три очка Я бы сказал Не сильно большой Гандикап Для уверенной победы Думаю, что синему спортсмену Надо еще набирать обороты Набирать баллы Уверенно уходить В отрыв по баллам И спокойно проводить спарринг свой Сейчас начнем со второй раунд Сейчас перенесемся на первый корт Я уже представлял там спортсменов Нигита Жупиев проигрывает Пока что 3-1 Вижу у них по одному замечанию По всей видимости пропустил жилет Балл Ничего, это только начало поединка Думаю, что все еще можно кардинально поменяться О, попадает в голову Никита Молодец Зарабатывает Три очка уже 4-3 выигрывает Представитель Города Харькова Очень собрано работают спортсмены Пробивают под ногу Спортсмен с Киева Но пока что баллов нет Первый раунд заканчивается с перевесом Всего в один балл Счет 4-3 Сейчас секунданты Подкорректируют работу своих спортсмена Думаю, этот поединок будет напряженный И интересный Начинается второй раунд Трессингует Трессингует Спортсмен с Киева Стоянно передней ногой Заставляет Нервничать Харьковчанина В свое время Никита Жупиев Постоянно пытается Под ногу Под ногу забить баллы Но пока безрезультатно Вот опять попадает Никита Жупиева В голову Спортсмен В синем жилете Уже выигрывает 7-3 Вот здесь такой Высокий амплитудный удар С близкой дистанции Попал И навстречу еще попал А, это, оказывается, был третий раунд То есть еще там 10-3 Одерживает победу Спортсмен из Харькова А у нас на шестом корте Постоянно пишет, да? Комментирует это Или это против Времени мало Времени мало Времени мало Времени мало Времени 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 Собота Времени Вітаємо вас на фестивалі Украинского текундо Текофест Поруч зі мною знаходиться Призер чемпіонату Європи Учасник чемпіонату мира Світу І міжнародних турнірів Василь Котяж Який є також харків'янином Нашим співвітчизником Расскажи, будь ласка, про свою спортивную карьеру, как все началось, когда? Директор Юрий Назаренко. Какие наибольшие победы? Наибольшие победы, сейчас я приехал из чемпионата Европы, где я стал третьим. Неплохой результат, не то, что ждал, но это с медали. Хочу поблагодарить своего тренера, который максимально дается спортсмену, своему тренерскому процессу, который максимум усилий предполагает, чтобы мы показали результат. Какие наибольшие спортивные планы? У нас сейчас пройдет турнир, гран-при Атака, финальная часть, это завтра буквально. А дальше, после нового года я перехожу в категорию взрослые. Там уже будет отбор на чемпионат Европы по молодежи и на чемпионат Европы по взрослым. Будем стараться работать, будет тяжело, потому что первый год в взрослом спорте. Мы будем стараться. Какие твои впечатления от сегодняшних соревнований, что помогло тебе достать победу? В победе мне помогло достать веру в себя и в тренера. Верил очень, поддерживал, все время поддерживает. А что бы хотел побажать хлопцам и девушкам, которые в твоем спорте вместе с тобой? И, возможно, молодой, которая меньше спортивная, меньше ориентована на все это. Что бы хотел сказать? Хочу пожелать работать над собой, над своими ошибками. Также в моей команде тренируется несколько спортсменов, у которых будет шанс отобраться на юношескую олимпиаду в следующем году. Хочу пожелать им удачи. Это Артур Кулида, Дзюба Александр, Процветаева, Ольга и Артема Гайдар. Будем желать им удачи, успешных выступлений, соревнований и отбор на юношескую олимпийскую игру. Спасибо. Онлайн-трансляцию и соревнования создает информационное агентство «Информбюро». Следуйте за перебегом. Студия. На первом корте сейчас проходит финальный поединок весовой до 59 кг среди юниоров. Встречаются два одноклубника, представители Харькова, спортивная школа номер два. Дзюба Александр в синем жилете. Чемпион Европы среди кадетов. А в красном жилете его одноклубник Гайдар Артем. Тренируются они даже до того, что у одного тренера, Долгополова Андрея Васильевича. В силу своего опыта выигрывает по ходу поединка. Сейчас с расчетом 5-1. Дзюба Александр в синем жилете. Уже 7-1. Уверен, он проводит этот поединок. Конечно, антропометрические данные его дают ему превосходство. Над своим оппонентом не дает он ему подобраться к себе. Сейчас перерыв отдыхает. Начинается следующий раунд. Очень легко передвигается Александр. Атакует спортсмен в красном жилете. Но подобраться к Александру очень сложно. Хорошая защита. Очень уверенно работает. Гордая Гайдар Артем тоже. Немало опытный спортсмен. Был членом кадетской сборной прошлого года. Участвовал на чемпионате Европы в Румынии. Достойно себя показал. Но в этом поединке одерживает Дзюба Александр. Говорит, что он сегодня сильнее. Добро пожаловать в Румынии. Следующий поединок на первом корте. Финальный поединок весовой категории до 63 килограмм среди юниоров. В синем протекторе. Сейчас будет одевать синий протектор. Нет, ошибаюсь. В красном протекторе будет. Тоже харьковчанин. Тоже представитель детской и юношеской спортивной школы номер два. Кулида Артур. Будет спареновать с спортсменом из Дружковки. Пятоком Никитой. Очень тоже ребята уже опытные. Много международного опыта. Я бы сказал, будущее поколение. Тэквондо в Украине. Сейчас готовятся. Кулида Артур тоже, по-моему, в прошлом году был в составе сборной Украины среди кадетов. И занял третье место. Нет, не в прошлом, в позапрошлом году. Занял третье место на чемпионате мира среди кадетов. Занял третье место на чемпионате мира. Здесь представитель детской библиотека. Кулида Артур. Занял третье место на чемпионате мира. Холодя. Продолжение следует... Продолжение следует... Спортсмен из Дружковки не так именитый, но довольно неплохие результаты показывают на всеукраинских турнирах. Они дрались и на Украине, и на простых турнирах. Сейчас они делают тест, так называемая проверка работы электронной системы. Вот они прошли, все работает, настроены. Начинается первый раунд, который будет длиться минуту. Раунд вообще у юниоров должен длиться полторы минуты, но так как много спортсменов участвует на этом турнире, чтобы побыстрее закончить. Может, люди не успевают на поезд, поэтому сделали по минуте раунд и полминуты перерыв. Как обычно, первый раунд это проверочный. Посмотреть, что будет делать соперник, какую технику применять, какой стиль боя. Агрессивный или пассивный. Проверить, самому прогреться первый раунд. И вот получает нарушение спортсменов красным от туркулида за удар ниже пояса. Пока счет 1-0 на пользу спортсменов синяя протектора. Сейчас тоже удар пошел такой коварный, под руку, из выхода с близкой дистанции. И счет уже 3-0. Как вы заметили, уже спортсмен в синем протекторе, он где-то на полголовы выше красного. Поэтому красный будет работать под ногу, сближаться, работать в средней и в близкой дистанции. Спортсмен хороший, скоростной, координированный. Сейчас посмотрим, как будет проходить второй раунд. Пока счет 4-0. Два балла принес удар с левой ноги под руку. И два балла, так называемые, гамджоны. Это нарушение, которое останется в один балл. Спортсмены сейчас будут выходить уже на второй раунд. Посмотрим, что будет во втором раунде. Что изменится. Как будет догонять 4 очка. Рефери дала команду файт. Как мы видим, уже спортсмен в красном протекторе начал больше работать в агрессивной манере. Начал больше делать ударов с разворота, которые принес больше баллов. Так как удары с разворота, это сложная техника, которая оценивается в корпус. 3 балла, голову 4. То есть он рассчитывает, что одним баллом может сделать 4 балла. Одним ударом 4 балла. Опять же, с той же стойки пропускает спортсмен в красном протекторе. Это левая нога и под руку. Счет уже 6-1. До конца первого тайма буквально 10 секунд осталось. Еще пока непонятно, как и что будет. Не достает, не достает в красном протекторе до головы. Голова приносит 3 балла. Если простой удар, то без ощущения. Спортсмены пошли на перерыв. Слушать подсказки тренеров, отдышаться. И снова вступить в бой. Уже финальный раунд, так сказать. Победитель. Раунд победителя. Вот рефери вызывает на бой. Финальный. Сейчас в красном протекторе спортсмен Артур Кулида должен проявить свои морально-болевые качества. Как он это умеет делать. Пробует с правой ноги снизу, но спортсмен понимает синим, что будет удары снизу и закрывает. Подсели чуть-чуть. Подсели удары мазанные уже. Потому что конец дня уже. Уже и морально уставшие, и физически. Остается не так много времени. Буквально 25 секунд, чтобы отыграть 5 баллов. Вот сейчас хорошая атака с руки. И счет 5-8. Моментальная атака. Прошел удар головы и кулак. Остается 10 секунд. И 3 балла. Это буквально... Вот один балл. Это буквально одно нарушение. Либо взять балл. 5 секунд. И сейчас будет решаться. И, к сожалению, спортсмен в Турасном проиграл 8-7. Наверное, где-то недовосстановился. Может, кто-то морально отсел на целый день. Но ничего. Это спорт. Бывают как победы, так и поражения. Но спортсмена всегда задевает тот факт, что он проиграл, что он не лучше. Но ничего. Зная Артура, он будет работать. И на отборочном турнире, который будет в феврале, он выиграет. Думаю. Если надо, мы... Думаю. Думаю. Продолжение следует... 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 Школа спорта. Весовая категория до 73 килограмм. Это не весовая Владислава Ярка. Он выступал сейчас на чемпионате Украины и на Европе в 68. То есть, наверное, конец года. Наверное, уже не стал гонять вес, мучить организм. Турниры такие являются тренировочными. Это не отбор, не рейтинговый, не международный. Проверили они электронную систему и готовы. К полноценному бою. Команда рефери и первый раунд начался. И сразу счет открылся со счетом 3-2 в пользу спортсмена в красном протекторе. Наверное, где-то невнимательным был Владислав Ярка. Засуетился, пропустил. Сейчас был блок коленом у красного спортсмена и поставили нарушение. А у Владислава Ярка за разговоры где-то сказалось что-то лишнее. Удар на встречу, который принес Владиславу Ярку, 3 балла. И счет на пользу Владислава Ярка. 6-4. Вот так меняется моментально счет. Хорошая техника показывает. 8-4. 10-10. Тут все в одну сторону. Опытнейший спортсмен Владислав Ярка выступал на международных турнирах такого класса, как президент кап. Это Греция, чемпионат Европы, чемпионат мира, международные турниры, которые проходили в Молдове и в других странах. Первый раунд закончился со счетом 13-4 в пользу спортсмена с города Киева. И ждем, что будет во втором раунде. Итак, второй бой. Еще одна минута хорошего боя от Владислава Ярка. И пропускает он навстречу опасный удар, который принес 3 балла. Невнимательно Владислав работает. И счет 7-13 в пользу Владислава. Присутствует какая-то суетливость на Даянге. Опять же, это может все сказываться на рабочий день целый. Поставили балл за удар кулаком и добавил голову. Заработал сразу 4 балла. Счет 18-7. 15 секунд до конца первого раунда. Владислав Ярко навязывает свою технику. Делает то, что сказал ему тренер. Выполняет указания. И вот хорошая атака слева. На 3 балла. Даже на 4 с учетом, что соперник упал. И опять прыжковая техника. Запрыгнул, но, видимо, электроника не сработала. Не зацветил датчиком. 10-22. Знаем, что Владислав Ярко зарабатывает очень много баллов. И в то же время пропускает. То есть счет на данный момент 12-22 в пользу Владислава Ярко. И начался второй раунд. Ой, третий раунд, извините. Счет так же. И опять прыжковая техника. И на 3 балла. Снимает 3 балла, потому что был прихват. И ставят ему нарушения. А, нет, даже не так. Удар был после команды. А нарушения поставили за падение. Но я не думаю, что помешает Владиславу это нарушение. Думаю, он будет делать свою работу дальше. И толчок в спину. Приносит 2 балла. И соперник упал. Это 3 балла полноценно. Счет 25-13. Ярков, наверное, сейчас выполняет указания тренера. Держать максимальный темп. Напрыгивать. Выполнять много ударов. Для того, чтобы уже на соревнованиях развить выносливость. Знаем, что Владислав Ярко на чемпионате мира проигрывал почти досрочно. 11 баллов. В тот момент 12 баллов. Это уже считалось досрочная победа. И он сумел выиграть этот бой. Он выходил на второй раунд с счетом 11-0 когда проигрывал. Он собрался, догнал, еще и выиграл. Это был бой за медаль. Получается. Отметим, что сборная как раз выступила там очень хорошо. У нас были призеры чемпионата мира. Счет 14-31. Остается 5 секунд. И 35-14. Это работа досрочно. Выиграл Владислав Ярко. Наверное, тренер дал указание. Выиграть этот бой досрочно. И, как видим, Владислав выиграл. Выполнил задачу. Ну, вот так. Выиграл Владислав Ярко. Да, мы сейчас переходим на корт номер три, где дерутся дети. И это половина первого раунда. Счет 6-0 на пользу синего спортсмена. Тренера. Это Марина Возгеновна. Город Харьков. И Гаминов Эльвин. Также действующий спортсмен. И в то же время тренер. Счет 7-0. Дали нарушение. Гамджон красному западению. До конца первого раунда. 10 секунд. У детей все время большие счета. Так как у них килоджоули сила наставлена очень маленькая. Они просто тыкают, там баллы вылетают. Счет 10-0 в пользу синего спортсмена. Видно, что и повыше спортсмен, помощнее. И также пояс у него выше. Рефери на этом Даянге. Это Евгений Ленец. Город Львов. И вот начинается второй раунд. Различные удары, прыжковые, разворот, перепрыжки. Без постановки ноги выполняет спортсмен с синим. И ему приносит это уже 5 баллов. Даже 6 баллов. Поставили еще один балл за разворот и удар в голову. Счет 17-0. До конца 40-9 секунд. И скорее всего этот бой закончится досрочно. С спортсмен с синим на голову выше. Что и в прямом смысле, и переносном. Его физическая форма. И опять попадает с разворота в голову. Это 4 балла. И счет 21-0. В пользу синего спортсмена. Видим, хорошо двигается спортсмен в синем протекторе. Вот еще одна голова. Наверное, это его коронка такая маленькая. Которая приносит ему результат. Счет уже 25-0. Ну, еще одно повторение. Наверное, красному нужно что-то менять. Но это дети. Они еще не понимают. Сейчас у меня стоит Максим Насуля, который участвовал в чемпионате Европы. На Кипре. Также неплохо провел свои бои. Проиграл Хорвату в равном бою. Буквально там 7-6. А он из города Киева. Тренируется у тренера. Главного тренера сборной Украины по женщинам. Максим, поздоровайся. Всем здравствуйте. Всех приветствую. Я Насуля Максим. И хотел бы сказать, что соревнования проводятся на очень высоком уровне. Дети хоть довольно маленькие, но показывают хорошие бойцовские качества. Ну, в общем, я доволен проведением. Хорошая организация. В нужных местах стоит охрана. Но куда не нужно, людей не пускают. Еще бы хотелось поблагодарить организаторов за хорошее судейство и довольно неплохие награды в качестве медалей. Спасибо. Да, хочу заметить насчет наград. Детям дают сладкие подарки. Это мешочки с конфетами. И также заметить, это ТК-фейс, который будет проходить и завтра. Завтра будет турнир Гран-при Атака, финальная часть. Почему Гран-при? Потому что за первые места будут давать денежное вознаграждение. И если ты еще стал лучшим спортсменом в своей возрастной или весовой категории, тебе также будет денежное вознаграждение. Сейчас мы перешли на корт номер 6, где заканчивается первый раунд между девочками. В синем протекторе девочка из города Киева, чемпионка Украины. И в красном протекторе спортсмен из Винницы. Синий спортсмен – это Клевак Ання, если я не ошибаюсь имени. Вот честно не знаю. Я участвовала на чемпионате мира, Европы. В этом году мир проходил у кадетов в Египте. А Европа проходила в Бухаресте, если не ошибаюсь. Хорошо держит ногу, высоко, жестко. Змеиная нога со всех сторон заходит. Левую ногу подберет, пробует новую технику, новый стиль боя. Тэквондо не стоит на месте. В мире оно стоит более популярным. В связи с электронной системой, которая меняется, дополняются новые удары, которые сдвоенные, так называемые. Сверху-низ, скользящие даже удары. Можете сейчас посмотреть. Нога как змея. 5-0 счет в пользу синей спортсменки. Кто интересуется Тэквондо, тот знает такую систему Кипин-Пи, где очень часто проходят именно скользящие удары. Также Олимпиада, которая проходила в Рио, принесла нам новую систему и новые электронные названия. На носках добавилось плюс 4 датчика. То есть теперь датчики есть и на пятке. Соответственно, и добавляется больше удара в пятке. Это также удар с разворота и пяткой, не с тобой, а пяткой. И просто под ногу пяткой. Тем же Тэквондо более динамическое, более разнообразное. Спортсмену, который защищается, сложно предвидеть, куда будет лететь стопа, какой части, что прикрывать. Третий раунд. 5-1 в пользу спортсмена с синепротектами. Держит левую сторону стойку, левой подбрасывает, задний добавляет. Что, в принципе, просто. Все, что нужно для нее, для ее победы, она делает. Вот еще раз видим. Левая показала, увидела открытую зону и правая добавила. В защите она работает просто. Перекидывает свою ногу над ногой соперника. А вот, видели, пяткой-пяткой пробует засунуть. Ну, счет 7-1. И это победительница. Левак. Сейчас можем перейти на корт номер 7, где дерется Гарбар-младший, так сказать. Есть у него брат Андрей Гарбар, который занял второе место на чемпионате мира среди юниоров в Канаде. Проиграл русскому спортсмену, давнему сопернику. Стал бронзовым призером чемпионата Европы в Болгарии среди молодежи. Спортсмены из Рушковки, братья. Сейчас, к сожалению, нет у Андрея Гарбара, коллега по команде. Потому что он выступает в большой категории. Там либо плюсы, либо до 87 килограмм. То есть, сейчас пока нету таких спортсменов. Счет пока есть 1-1. Второй раунд. Артем Гарбар пытается аккуратно. Допускает некоторые ошибки, но это и ошибки. В связи с опытом. Неопытный спортсмен. 30 секунд до конца второго раунда. Даже 20 уже. И все это равные 1-1. Это два нарушения. Дают наказание 7-го спортсмену за уход от поединка. То есть, правило гасит так. Если ты делаешь больше двух шагов назад без удара, то это нарушение. Это уклон от боя. И дают нарушение. Спортсмены ушли на 30 секундный перерыв. Счет 2-1. В пользу красного спортсмена. Счет открылся благодаря нарушениям. Что спортсмена и в красном протеке, или что и у Сиднин. Пока нога не достигала цели. Выходит на третий раунд. Счет равный почти. Буквально 1 балл. И рефер дал команду. Осторожнее вичит оба спортсмены. Сейчас была завязка. С правой ноги взял Артем Гарбар. И сейчас очковый удар. Пятка пробует то, что я говорил. И счет 6-1. Опять пятка. 30 секунд. Наверное, сейчас Артем будет держать счет. Ему дают нарушение за падение. Счет 6-2. 4 балла. Его поджимают. Поджимают к линии. Не поставили нарушения. Сейчас рефери заметил. Сказал поставить. Счет 6-3. Скорее всего, сейчас за падение Артема. И счет откроется. Ой, откроется. И будет 6-3. Звали врача. Возможно, удар ниже пояса. Скорее всего, так оно и есть. И будет дальше начался. Счет 7-2. Остается 5 секунд. И спортсмен с линием пытается догнать. Но им это не получается. И счет 7-2. В пользу красного спортсмена. И спортсмена. И спортсмен. Тачко. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Хочу отметить хорошую организацию турнира, тут проходила и турнир по пумсе, вид тэквондо, и по кирюги, это спарринговый вид. Максим правильно сказал, охранники стоят в правильных местах и пускают детей на балконы и в места, которые запрещены. По проценту рефери разрушают на третий ход. Что-то случилось с электронным шлемом, наверное, отошел датчик. Все нормально, рефери починила, и бой начинается между двумя девочками. А вот заметить, сейчас не включили время рефери, получается, минута как была, так и осталась. Наверное, проблема с электроникой. Такое бывает, электроника портится. На первом даянге беру это чемпионка мира по кабинетам. И тут мы сейчас видим, что на первом порте будет выходить Виктория Сапко, город Киев, чемпионка мира. Я думаю, зрителям будет интересно смотреть более профессиональный бой. Поэтому мы переходим на первый даянг. Виктория Сапко Основной тренер Брунс Валерий Анатольевич Но выводит второй тренер Виктория Сапко Виктория Сапко также участвовала на чемпионате Европы среди юниоров, но, к сожалению, проиграла в равном бою буквально несколько баллов. Один-два балла. Также она еще становилась призеркой чемпионата мира, который был в Муджу, Корея, и чемпионка мира в Азербайджане. Это первый чемпионат мира среди кадетов. Ее соперник – это спортсменка из Одессы, тренер Подолян. Виктория на многих турнирах выступала международных и украинских. Побольше у них опыта будет, поуверенности будет себя чувствовать. Сейчас у юниоров, которые с 2001 года, есть шанс отобраться на юношеские Олимпиады, которые будут в следующем году. То есть нужно сейчас хорошо поработать юниором, подрудиться, чтобы отобраться на эту Олимпиаду. И там достойно представить сборную Украины. Тем они еще занимаются. Рефери – Дмитрий Александрович Манюхин. Очень хороший рефери. Компетентный, понимающий, видящий. Все спорные моменты он видит. Правильно все расставляет, все нарушения. Ну и вот рефери зовут их центру Даянга. Поприветствовали друг друга. Пожали кулачки. Девочки были в одной сборной по юниорам. И три балла зарабатывать спецнока сильным. Сейчас… Возможно, это был Phantom Kick. Это когда нога не достает до шлема, но все-таки три балла засвечивается. Такие баллы, как правило, снимают. Проверять систему. Система почему-то не сработала, не работает. Жилет работает. Теперь не работает Анни. Все-таки работает. Объясняет второй тренер Виктория, что возможно был Phantom Kick. Он настаивает на Phantom Kick. Но судьи не подняли руку. Видеореплея нету. Поэтому, скорее всего, три балла останутся на месте. Виктория придется отыгрываться уже. Импульсивный, эмоциональный тренер. Высокое переднее нога у Виктории. Дорабатывает она наверху. Много повторов. Хорошо работает Виктория. Мы заметим, что спортсмен в Одессе неплохо работает. Он ведет 3-0. Четыре балла заработала Виктория. Это уже счет 4-3. Высокая нога. С такой ногой сложно работать. Она все время наверху, все время в работе. очень сложно реагировать, блокировать, ловить моменты. Все время поджимает Виктория через толчковые удары. Взбивает ногу с задней. Подняла и дорабатывает. Сейчас будет, наверное, выталкивать. Да, упала спортсменка. Поставили нарушение за падение счет 5-3. 6-3. Провалила чуть-чуть Виктория. Да, ошибка была. Можно было подловить. Быстро сориентировалась, собрала стойку. Видим, что слева, что справа. Виктория работает хорошо. На повторе наверху дорабатывает несколько движений. И уж на перерыв. Ну и начинается второй раунд. Видим, Виктория пробует новую технику. Виктория, я говорю, каточки. Это все сейчас делает весь мир хорошо проходит. Двигается, не торопится. Понимает, что она контролирует боль. Все, в принципе, это ее контроль. Центр Даянка занимает Виктория. Отдала от центра. Отдала. 20 секунд. Она не торопится. И вот, подловила, подловила соперницу на повторном ударе. Показала один удар. И добавила сразу второй. И приносит три балла. Сейчас еще один. Счет 33. В принципе, без лишних движений. Все грамотно сделала. Второй раунд заканчивается в пользу у спортсменки из города Киева. Виктория Сапко. В 11-3. Счет. И вот, финальный раунд в категории 53. И вот, финальный раунд в категории 53. Торопится. Виктория поджимает к линии. В связи с моими правилами, уже в клинче можно толкаться. То есть, дольше силовая работа. Двигается. Чувствует хорошо. Боян. 30 секунд. Наверное, Виктория уже будет просто лежать. Получковым ударом. Отталкивать. Не пропускать. Стараться. Да, видимо, она так и делает. 10 секунд. Пора уже взрываться. Элони, которая синим. Верий. Я, надо! Верий! Верий! Верий. Ну, мне хватило, наверное, чуть-чуть с эмциономи. Вρχу. Взбой закончится за счетом 11-3 по счёту красного спортсмена. Продолжение следует... 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 Синие спортсменки. Третий раунд начинается. Минута. Оля сразу же начинает агрессивно. Прошло уже 20 секунд основного времени. Достает до головы счет 16-2. Извините, 16-12. Подсело спортсменка в красном. Уже больше оттягивается. Но это на пользу спортсменке Синие. 16-14. Забираю с правой ноги. И остается 15 секунд. 16-16. Берет под ногу. Пропускает 10 секунд. Возможно, это будет золотой балл. До первого балла. 4 секунды. Спортсмен не торопится. И да, это до первого балла. Кто впервые выбит, тот и выиграет. Тяжело дышать. Тяжело. Что же подскажет тренер? И да, золотой браун. У кого нервы окажутся больше жилетными. Да, спортсмены готовы. Минута. И Ольга держит руки. Хорошо держит. И выбивает балл Дарья Дымова. Заметим, что Ольга Протестаева выступает не о своем весе. Ничего. Я понял, что остается еще 5 минут. И камеры выключаются. Выходит на заслуженный отдых. И так на шестом Даянге будет бой между спортсменами с Харькова. Бережной. Павел Длагополов Ким. Команда. Второй тренер Игорь Месевро. Это кадеты. 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 В то же время на Даянге 7 будет проходить бой между харьковским спортсменом. И точно не могу сказать, с какого города спортсмен в красном. Но могу рассказать про Артема Палагина, который из Харькова в синем Даянге. Хороший спортсмен. Чемпион Украины. Ездил на чемпионат мира, Европы в этом году. Достойная конкуренция у него в весе. Вес у него 37 килограмм до 37. Там, как правило, очень большая конкуренция. Много людей весовой. Тяжело и отобраться, и выступать на таких турнирах высокого класса. Но бой еще на шестом Даянге не начался. Жду своих тренеров. Сколько времени? Дорогие друзья, остается у нас не так уж много времени. Буквально 3 минуты. Бой длится минимум 15 минут. С учетом всего. Это... Ну, остается 3 минуты. Что остается сказать? Хорошего вечера вам. Приходите завтра на соревнования в спорткомплекс «Локомотив». Завтра будет финальная часть гран-при. Хорошего настроения. Хорошего праздничного настроения. Скоро Новый год. Праздники сейчас заканчиваем. Всем хорошего вечера. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok